Так, всем добрый вечер. Сегодня разберемся с очень важной темой. Как правило, люди, которые задаются вопросом о смысле жизни, о предназначении, о своем, о том, для чего все это нужно, как все это устроено, как правило, почему это с ними происходит. То есть, как правило, это некий кризис. Кризис смысла, кризис личности, кризис переходный период, кризис среднего возраста, как ни назови, наступает некий кризис цели. Человек потерял некий ориентир. Он говорит, для чего мне все это? Вот мой собственный пример, который у меня был. Есть хороший бизнес, успешный, мы занимаемся благим делом, возим детишек в развивающие лагеря, у нас все растет и процветает, у меня есть возможность путешествовать по всему миру. Я там полгода живу в других странах, дом, квартира, машина, в общем, весь набор. Но вот я сижу вместе со всем этим набором на Шри-Ланке, сижу и грущу, в полной депрессии. То есть, и задаюсь вопросом, для чего же все это? Зачем все это надо, если все это закончится на кладбище? В чем смысл? Господи, в чем смысл? Задаюсь я вопросом. И здесь кризис можно определить одним кратким словом. То есть, это некая потеря цели. Цель. Вот давайте запишем сегодня это слово, мы много о нем будем говорить. Цель. То есть, какая у человека, как правило, цель? Если мы в молодости, мы мечтаем, я не знаю, хорошо видно? В молодости мы мечтаем, вот вырасту я, стану взрослым, стану сам принимать решения, закончу школу, закончу университет, у меня будет хорошая работа, у меня будет квартира, у меня будет машина. То есть, мы каждый раз ставим какие-то себе цели, сознательные или подсознательные, и к ним бежим, их достигаем. То есть, есть некий я, есть некая личность, которая вот к ним бежит. И здесь вот вокруг этого мы сегодня будем очень много разговаривать, подробно покрутимся, потому что те, кто смотрит регулярно с асанги просветленных мастеров, те, кто давно в духовном поиске, кто Адвайт узнает, он знает, что вот этот вот достигатор, вот тот, кто бежит, вот этот персонаж, это личность. Это не совсем вы, и он должен в конечном счете отвалиться. И мы сегодня к этому вернемся обязательно, но для начала давайте разберемся, как же это все устроено. Вот вернемся к нашему персонажу. Вот есть человек, у него наступил некий кризис, кризис так называемой цели. Он не знает, чего он хочет, для чего все это устроено, в чем смысл жизни, и он раньше достигал там, например, строил большую компанию. Он ставил своей целью рост по карьерной лестнице, он достиг высоких результатов, или наоборот, ничего не достиг и выгорел, или он ставил своей целью разбогатеть. Я знаю очень много довольно состоятельных людей, которые пришли к тому, что деньги их не сделали счастливым. Это ни для кого не секрет сейчас в современном мире, и что проблемы и игры остаются те же самые, несмотря на твое финансовое состояние благополучия. Тот, у кого денег нет, он ставит своей целью быстрее-быстрее, скорее бы заработать денег, и вот к ней бежит, и многие выгорают на пути к этой цели заработать много денег. Появляется, ну я не способен, я не справлюсь, да где я, а где они, и вот эти вот все представления о себе, шаблоны, страхи, комплексы, они мешают в том числе ее достичь. А кто-то наоборот, он добежал до огромной суммы. Вселенная дала ему возможность, он заработал миллионы, миллиарды, без разницы. И вот он сидит, недавно один мой друг рассказывал такую историю, что ну да, вот она, огромная корпорация, вот этот бизнес, а зачем он мне, в чем смысл? Я могу себе позволить все, но мне ничего не надо. И давайте разберемся, как же это происходит, почему это происходит с нами, почему это происходит со всеми людьми рано или поздно. Это вопрос только времени. Рано или поздно мы приходим к этому кризису цели. Теперь давайте поймем, кто ставит эту цель, для кого она вообще. Вот чтобы это определить, нам нужно с вами понять, как устроен этот мир. Давайте определим несколько терминов, которыми мы будем сегодня оперировать, чтобы мы с вами в одном едином информационном пространстве оперировали и могли друг друга хорошо понимать. То есть есть некая личность. Вот нарисуем ее таким вот кругляшком. То есть это как яйцо такое, знаете, как некий кокон, некая личность. И вот что мы знаем об этом персонаже? Что мы знаем об этой личности? У него есть какие-то, допустим, страхи. Страхи. Что обо мне подумают? А как я буду выглядеть? А вдруг у меня не получится? Вдруг я лишусь всех денег? Мне нечего будет есть? То есть куча всяких страхов, всяких комплексов. Комплексы давайте тоже запишем отдельно. Это какие-то травмы. Травмы детства. Травмы, не знаю, принесенные из прошлой жизни. Но к этому отдельно вернемся. Я, например, очень застенчивый. Вот выходить на сцену и рассказывать на публику – это не мое. То есть есть некий страх, некий комплекс о том, что, возвращаясь к предыдущему, что обо мне скажут, а вдруг осудят. Это вызывает у меня боль. Это вызывает у меня страх. Это формирует во мне некий комплекс. И у нас есть еще куча всяких установок и представлений о себе, которые можно не окрашивать вот так негативно. Которые условно могут обозначаться каким-то там зеленым даже условно цветом. И мы говорим о них, что это наши автоматические реакции. Автоматические реакции. В чем они заключаются? Есть примитивные автоматические реакции на уровне тела. Если вы тронете что-то горячее, вы отдернете руку. Если вы тронете что-то холодное, вы почувствуете, что это холодно, это опасно, это безопасно. То есть есть как бы, если вы увидите, перед вами резко остановится, машина будет проезжать, вы отскочите. То есть это автоматические реакции тела. Они сохраняют нашу жизнь, сохраняют нашу безопасность. Так работает наш рептильный мозг. Это нормально. Есть автоматические реакции нашей личности, которые мы накопили в этой жизни. Ну какие они могут быть, например. Если человек меня обидел или нагрубил меня, как-то сказал что-то резкое. Ты не прав. Я такой, да ты сам не прав. То есть первая реакция у меня, она выходит на автомате. Когда меня осуждают, когда меня не принимают, у меня вылазит автоматическая реакция защиты. Или агрессии, или раздражения, то есть какого-то нападения. У кого-то другая автоматическая реакция. Кто-то схлопнется, заплачет, уйдет. То есть это автоматом происходит. Мы это, как правило, не контролируем. Так же, как не контролируем, как у нас там лимфа движется по организму, как желудочный сок перерабатывает что-то. И здесь мы также не контролируем какие-то наши реакции, которые мы выдаем просто вот в моменте. То есть нет точки осознанности. Мы это не делаем. Хорошо, что у нас еще есть помимо страхов, комплексов, автоматических реакций? У нас есть еще условно некие представления. Сокращенно буду писать, чтобы не тратить на это время. Представление о себе, представление о мире, представление о том, как должно быть. Начиная с самых примитивных. Это твердое, это холодное, это горячее, небо голубое. Вам надо кому-то доказывать, что вот это мягкое, например, или листики зеленые. Не надо. Вы это знаете. Это ваше представление о том, как устроен мир. И также у нас есть представление о том, какие мы, какими должны быть, какими нас должны видеть люди, какими видят мир окружающие люди. И мы свои представления, мы как бы их транслируем в мир. Мы говорим, так не должно быть, это несправедливо, поступай должным образом. Мальчики не плачут. Девочки должны быть красивыми, скромными, застенчивыми, любящими. Мир должен быть хорошим. И разные наши представления об этом мире формируют нашу реальность, формируют нашу картину. Зачем мы все это пишем? Мы с вами определяем, из чего состоит вот это яйцо. Так вот, вот это вот все, наши страхи, комплексы, шаблоны, представления, паттерны поведения, автоматические реакции, все это формирует вот этот вот кокон, формирует вот эту вот оболочку. Это то, чем мы являемся. То есть какая-то часть нас отвечает за физическую безопасность, какая-то за психическую безопасность, что-то накоплено нами. Ну, это условно я обозначаю как сектора, на самом деле это вот некая личность, мы схематично рисуем просто для того, чтобы было наглядно и понятно. На самом деле, конечно, это не так примитивно и плоско. Но это то, из чего мы состоим. Что, из чего еще мы состоим? Из чего еще мы состоим? Еще у нас есть наш интеллект, наш ум. Ум вообще это, в принципе, самая примитивная форма сознания. Чтобы определить термин сознания, мы к нему позже вернемся, но давайте сейчас просто на уме остановимся. То есть у нас есть ум. Ум. Он как бы нехороший, неплохой. Знаете, многие сейчас борются с умом, говорят, ум, беспокойный ум, надо остановить ум, вот все проблемы от ума. Но на самом деле он очень хороший инструмент. За что он отвечает? Он в том числе отвечает за нашу безопасность. Он рассказывает в голове у вас, слушай, этого лучше не делать. Это небезопасно. Ты там можешь пораниться или что-то еще. То есть он вот эта вот говорилка в голове, она нас предостерегает. Но в современном мире что произошло? В современном мире произошло, что он перестал быть инструментом, точнее мы разучились пользоваться им как инструментом, а он как бы захватил власть. Он сейчас полностью управляет вот этими всеми шаблонами, реакциями, страхами. Он вышел на первый план и стал все больше захватывать власть тем, что он диктует правила игры. Он говорит, что делать. И он же в свою очередь тратит колоссальное количество энергии. На что он тратит энергию? Ну просто вот даже так вот если вспомнить. Первое на что? На отсылку ее в будущее. Что будет, если... А когда я поеду в отпуск, со мной там случится наконец отдых, и тогда я буду счастлив. Или вот если мы вложим деньги в этот бизнес, то прогорим мы или не прогорим. То есть он все время отправляет мысли, энергию свою, свои переживания. Он отправляет их в будущее. Он все время думает, получится у него или не получится, что произойдет, если что-то. Что если? И второе, куда он отправляет свою энергию, свои мысли, свои переживания. Это в прошлое. Прошлое. Вот надо было, да? Вот надо было. Вот надо было ему сказать. Вот перемалываем разговор, который недавно только что закончился, или, не дай бог, ссора какая-то. Если бы я ему сейчас привел эти аргументы, ситуация уже ушла, ситуация уже закончилась. Но ум продолжает отправлять туда всю свою силу, всю свою энергию, переживает о том, чего уже не изменить. Он не находится здесь и сейчас, он не в моменте. Он все время либо в прошлом, либо в будущем скачет туда. И в зависимости от вот этих вот прошитых представлений и программок. И вот мы, получается, что если мы так вот смотрим на вот эту вот всю конструкцию, мы, как правило, себя ассоциируем с ней. Меня зовут Сергей. Я родился, я женился. Я там не очень удачный спикер. Много лишних слов говорю. Все время руками размахиваю. И это вот мои комплексы, это мои страхи, что обо мне сейчас подумают зрители, собравшиеся, потому что я где-то, может быть, не связанно объясняю. Вот я вот такой вот, весь такой, весь вся вот эта вот невнятная конструкция является мной. На самом деле многие из вас уже знают, что это не так. Это не так. И вся вот эта конструкция, давайте ее как-то обзовем, чтобы в одном понятийном аппарате действовать. То есть что это такое? Это, назовем это эго, то есть личность. Личность. Как мы еще можем назвать? Аватар. Аватар. Персонаж. Аватар. Ну, не буду писать, чтобы времени тратить. Аватар, персонаж, личность, эго, кокон, некий. Многие употребляют еще слово дух, дух, то есть некий накопленный, некие шаблоны и представления мы же в том числе притащили не из этой жизни. То есть это дух накопленный, совокупность некого опыта этих программ, накопленные в том числе и из предыдущих воплощений. И вот этот дух, он как это соотносится с целью? То, с чего мы начали говорить. Он набирает опыт. Да, из воплощения в воплощение. И вот он, как гусеничка, которая бегает от листика к листику. Ну, как бегает, ползает от листика к листику, кушает эти листики, ей вкусно, она потребляет. Она потребляет что? Эмоции, вот этот кокон, знания, чувства, энергию. Мы отправляемся в путешествия, играем в разные игры типа власть, деньги, ставим себе цели, что-то достигаем. И мы накапливаем, вот все плотнее и плотнее делаем, да, вот этот кокон. Накапливаем много разных программ, много игр. Мы перепрошиваемся разными знаниями. Я читал ведические знания, когда хотел узнать, как устроена вселенная. Я ездил к шаманам в Перу, я занимался цигун на Филиппинах. Я там путешествовал по всему миру и вот впитывал, впитывал вот эти знания. Как гусеничка, поедающая листики, я все это потреблял. И в какой-то момент наступает кризис цели. Потому что вот эта штука своей целью, она ставит их, достигает, не достигает, неважно, она получает опыт. Это как, знаете, как с маленьким ребенком, который играет в песочнице. В песочнице вам без разницы, и ребенок у вас совочком накладывает ведерко, песочек. Или вот из формочки лепит замок. Или, может быть, он роет канальчик. Какая разница вам? Он играет в песочнице. В песочнице он играет, он набирается таким образом опыта. Он через эти игры растет. Так? Так. И то же самое происходит вот с этой конструкцией. Она какое-то время так устроена. Она набирает вот этот опыт. Она набирает вот этот потенциал. И в какой-то момент наступает кризис. Как у гусеницы. Она куклица в кокон свой. Точно так же, да? Или как птенец, который вылупляется из яйца. Он все кушает, кушает все, что внутри яйца. Вот этот ум, он все потребляет, все съедает. Ну, в природе много таких примеров. И в какой-то момент он в этом яйце, птенцу становится тесно. Или гусеницы в какой-то момент кокон созревает, и бабочка должна вылупиться. И вот этот, как бабочка у нас в природе вылупляется. Это довольно, если вы замедленные съемки посмотрите, какой-нибудь National Geographic, вы увидите, что это довольно болезненный процесс. Это своего рода кризис. То есть ей нужно вылезти. Она стала другим существом. Она как бы переродилась. Это нечто новое. Новая форма сознания. Она перерождается в то, что вылазит из этого кокона. Так же и птенец. Он никакого мира не знал. Он думал, что весь мир вокруг него — это вот эта вот скорлупа. И он потреблял в ней. И вдруг ему надо эту скорлупу разбить изнутри, самому. И увидеть другой мир. И так же с человеком. То есть когда у него наступает этот кризис, эту скорлупу ему нужно начать раздвигать, расцеплять, вылазить из нее. И ставить себе новые цели. Потому что цели, которые он ставил себе, бегая по плоскости, бегая в рамках вот этого вот кокона, они уже его не наполняют. Они его не вдохновляют. Он уже перерос. Это как возраст ребенка. Попробуйте сейчас своего какого-нибудь взрослого ребенка, 11-летнего подростка посадить в песочницу. Он не будет там сидеть. Он вырос из этих игр. Так же и многие люди, которые сейчас задаются вопросом, в чем смысл жизни, где мое предназначение, для чего я живу, как все это устроено, они просто выросли из игр, в которые они играли. Все. У вас как бы нет возможности залезть обратно в песочницу. Можно, конечно, еще чуть-чуть посидеть, сделать вид, что я второгодник. Но, скорее всего, вас быстро попросят. Меня сегодня в чате задали вопрос один такой. Зачем нам дана боль? Так вот, больно, как правило, делают людям, которые продолжают делать вид, что они до сих пор это яйцо. Я сижу в песочнице, хотя мне уже 20 лет. И тогда кто-то подходит и говорит, слушай, ты давай выходи отсюда, выметайся. Хватит тут сидеть с детишками малыми. У тебя обязанности есть. Иди денег там зарабатывай. Иди на работу устройся, жену заведи. Пример такой. Так же и с нами. Когда мы вырастаем из игр определенных, нас толкают к новому. Вот к чему мы сейчас будем разбираться. К чему? К какой цели? Чего от нас хочет мир? Чего хочет вселенная от нас? Почему она, когда мы выросли, создает нам кризисы, создает нам боль, создает нам ситуации, в которых нам надо еще быстрее повзрослеть и переродиться в нечто другое? Как это устроено, мы сейчас разберемся. Пока разобрались с тем, куда уходит наша энергия, из чего состоит вот этот кокон, из наборов, представлений, шаблонов. Ну и примерно, что я называю это вот этими терминами. Кто-то называет этими терминами что-то другое, без разницы. Давайте просто определимся, что мы в рамках нашего семинара будем говорить, пользоваться этими терминами, обозначая вот это. Теперь смотрите, вот цель. Если мы понимаем, что все, мы больше не вот этот кокон, то что мы тогда такое? Давайте еще разок его нарисуем. Что мы тогда такое? Многие, кто, мы сегодня в начале говорил, что многие, кто смотрят сатсанги, там просветленных мастеров, читали книги разные, они понимают, что вот это пространство вокруг, тоже давайте понятийный аппарат, пространство, абсолют, атман, как еще можно назвать, вселенная. Ладно. Много есть терминов. То есть вот это вот живая пустота, как говорил Будда, Бог, как говорится в разных религиях. То есть вот это вот все, из чего состоит наша действительность, наша реальность, то, что мы видимое, то, что невидимое, это все некое пространство, некая живая пустота, некий абсолют, некий атман, который вот мудрое, живое, бесконечное. Оно вне времени и пространства, с ним никогда ничего не случалось, с ним он всегда был, всегда будет вне времени и пространства. И мы с вами вот этим коконом, вот этими представлениями от него ограждены. Между вот этот весь лист, будем представлять, что это вот это вот все, то, что мы написали, вот это некая божественная суть, нас от него ограждает как раз-таки вот наши страхи, комплексы, представления, шаблоны, поведение, реакции автоматические. Все, это нас защищает от него. Почему? Потому что это пространство безусловной любви, безусловной отдачи, бескорыстное служение, очень высоко вибрационное. Кто читал, может быть, есть такая книжка у Майкл Томас «Путешествие домой». Там очень хорошо описано у Крайона, как это выглядит на самом деле. Не буду там спойлеры говорить, если кому-то будет интересно, прочитаете. Но суть такова, что если даже сейчас вас полностью освободить от всех ваших страхов и шаблонов, вы не поблагодарите. Почему? Потому что это настолько сильные переживания, настолько эмоционально заряженные, что, знаете, как вот бывает очень плохо. Вот мне очень плохо, ой, как плохо, не хочу, как плохо быть. А в Абсолюте есть все, и хорошее, и плохое. Для него нет таких понятий. От минус бесконечности до плюс бесконечности. И вот, значит, есть настолько же хорошее. Так, аааа, настолько красивые вот эти вот листики. Я вот чувствую, как эта бумага, вот она настолько мягкая и белая. И вот я, и столько это вызывает у меня эмоции прямо вот в моменте, да, что я не могу аж это выдержать. И поэтому какое-то время любящий вот этот механизм Вселенная, она защищает нас. Но когда мы повзрослели, когда мы готовы к тому, чтобы вылезти из кокона, она потихоньку говорит, слушай, ну давай, давай эту стенку утоньшать. Давай вот здесь немножко подотрем, да, от этого избавимся шаблона. Давай из этого. Если сопротивляемся, нам становится больно. Ну как мы сопротивляемся, как правило? Давайте вот пример я приведу, чтобы было понятно не только в теории. Я люблю рассказывать эту историю. Значит, я как-то был на расстановках по Хеллингеру. И там, кто не знает, это такой метод, что все твои там шаблоны, представления, они могли из прошлых жизней прийти и от твоих каких-то предков, и вот, в общем, ты и не виноват вовсе, и можно попросить у своего рода это все дело отпустить, отдать, вернуть и так далее. И, значит, вот в этих расстановках выясняется, что один мой предок какой-то, он был рыцарем, он такой всего добивался очень тяжелым трудом, такой достигатор, знаете, ну серьезные какие-то там, видимо, может, средние века, не знаю. И у меня в жизни есть такая же программа. Вот я вроде все классно, все здорово, бизнес работает, но все, знаете, с таким надрывом, надрывом неким. И в современном мире это не обязательно, можно легко, можно времена другие, и можно это освободить. И чтобы от этого освободиться, мне сказали, вот давай, значит, там, дань своим предкам, купи шлем рыцарский, я там нашел, заказал его из Челябинска, у рыликов определенных. Я как бы достал, визуализировал, сформировал в материальной действительности эту программу из себя в некий вот объект. Вот он, шлем. И вот, пожалуйста, эта программа теперь больше мной не управляет, да, она от меня не зависит, и этот шлем стоит до сих пор у меня дома как напоминание некое, что вот это больше мне не надо. Это моих предков, спасибо, мир другой, я другой, это ко мне никакого отношения не имеет. То есть я где-то тут чуть-чуть подтер кокон своего эго, который меня защищает, и стал легче относиться к миру, к пространству, стал более чистым таким проводником этой жизни, да. Но вот представьте, сколько у нас этих программ. Миллионы, миллиарды, все из них соткано, и все это вот прошито. Сможем мы от каждой избавиться? Вряд ли. Поэтому каким образом мы не тормозим, когда мы свое внимание направляем не на то, чтобы отцепить из себя еще кусочек эго? И вот с этой программой проработать? А если я, значит, буду заниматься духовными практиками, буду сидеть, медитировать, то вот я проработаю еще вот такой кусочек, и будет у меня счастье. Все это говорит о том, что вы пока замкнуты на себе, то есть энергия у вас циркулирует, вот там стрелочками условно показываем, внутри этого кокона. Он как бы замкнут сам на себе, то есть он борется со своими частями, со своими программками, со своими частями, то есть вот вся сила, грубо говоря, она вот здесь. И этого недостаточно для того, чтобы соединиться с абсолютом, чтобы это пространство мудрое и живое действительно с нами начало коммуницировать. Все это говорит пока о том, что нам нужно кое-что понять, узнать и делать по-другому. Что конкретно? Это возвращаемся к вопросу цели. Не будем забывать, будем писать. Мы начали с нее и все время к ней будем возвращаться. Что же за цель-то такая тогда? А цель очень проста. Когда человек созрел и понимает, что он больше не может с этими программами сидеть, он направляет свое внимание вовне. Он направляет свое внимание на служение этому пространству, на служение этому абсолюту. Ну, это же не что-то абстрактное, не что-то мифическое. Вот есть какое-то пространство, я буду ему служить. Хотя и так тоже. Это конкретные люди в вашей жизни, конкретные события, которые происходят. И как мы к ним относимся? Как к тому, что это враждебное, окружающее пространство хочет нам сделать больно? Или как к любящему родителю, как к воспитательному механизму, который показывает нам и говорит нам как зеркало, знаете, как некое зеркало. Она говорит, смотри, у тебя вот это есть, у тебя есть вот эта программка, у тебя есть вот эта программка. И мы говорим, да, Господи, спасибо, вот я теперь вижу это. Чем я могу быть полезен этому миру? Чем я могу быть полезен этим людям? Что я могу хорошего сделать? И мы здесь начинаем служить. И здесь натыкаемся на определенный стереотип, давайте с ним сразу разберемся. То есть с целью понятно? Цель, когда у вас кризис и нет смысла в жизни, все, вы в этом коконе застряли, вам нужно фокус, свое внимание из ума, который бегает в прошлое и в будущее, вернуть здесь и сейчас, мы к этому вернемся сейчас, как это сделать, и направить на окружающий вас мир, на служение ему, на то, чем вы можете быть ему полезны. Вот цель, как ее сформулировать, правильно поставить и что дальше делать, мы сейчас подробно разберем. Но давайте сначала разберемся со стереотипом вот этого служения, потому что многие понимают под ним не пойми что. Служение, служить, с любовью жить, служить, жить, с любовью, с любовью, с любовью жить. И, как правило, что люди начинают делать? Люди начинают либо бегать и причинять добро, да, то есть мы начинаем, ой, мне тут рассказали, что нужно служить, я пойду там бабушку через дорогу переведу и родственникам своим конфеток накуплю, и вот я все делаю, где же моя награда? То есть мы действуем, как правило, очень часто люди скатываются в стереотип из программки хорошенького, то есть чтобы нас поблагодарили, чтобы нас похвалили, чтобы мы вот все такие благостные, мы занимаемся духовной практикой и мы служим пространству, что ж я до сих пор такой несчастный? Что ж я до сих пор не соединился с источником? Да, вот здесь можно дописать, кстати, слово источник, источник всего. Почему? Я же служу, у меня волонтерская организация, я хороший человек. Да, вы хороший человек, но вы хороший вот этот вот дух, личность, хорошая личность вы. Здорово, а наша задача отцепиться от личности. И здесь, здесь работает не такой принцип, что я бегаю и причиняю всем добро, рассказываю, как жить или там перевожу бабушек через дорогу. А здесь работает принцип искренности, честности, чувственности. Ключевое, давайте искренность запишем. Искренность. Искренность по отношению к себе, по отношению к своим проявлениям. И когда вы, это, давайте пример такой приведем, чтобы было понятно, как служить искренне. Вот вы, ребенок, у кого есть, те хорошо поймут. Кто нет, наверняка вы знаете таких людей. Вот у вас, если вы хороший родитель, да, как правило, вы любите своего ребенка. И как вы воспитываете его? Если вы все время ему мороженки даете, вы все время бегаете за ним, ухаживаете, у вас вырастет избалованный какой-то потребитель. Вы такого вряд ли хотите. Скорее всего, где-то вы и строго говорите, так, веди себя нормально. Где-то можно и пальцем пригрозить. Там, где-то вы воспитываете ребенка, там, посуду помой, в комнате в своей прибери, какую-то ответственность ему прививаете, какие-то поручения даете. То есть, вы с ним поступаете адекватно ситуации, но вы его любите, вы постоянно. И даже те, у кого дети выросли, там, не знаю, сдают экзамены в университете, что вы с ними делаете? Да ничего, ну, сдает он экзамены, вы никак на это повлиять не можете, но вы переживаете за него. Вы как бы в этот момент ему душевное свое тепло, вы ему отдаете. Вы с ним соединены, вам не без разницы. На близком окружении понятно, да, как это работает. Так вот, наша задача это перенести на все, что мы видим, слышим, ощущаем, чувствуем, в основном начать надо с людей. У кого есть застарелые обиды на родственников, на друзей, на близких, на маму, на папу, на кого-то, можете начать с него. То есть вы начинаете в первую очередь вот этот кокон разбивать, вылазить от птенец, начинает и вылупляться, когда вы начинаете искренне, вот из сердечного центра, не из головы своей, начинаете жить с любовью, то есть делиться этой энергией. И это не всегда, как вот с детьми в примере, розовые бантики, цветочки, конфетки, мороженки, это где-то строгий разговор, где-то обиженный, но он, понимаете, он назрел, вы его давно откладывали, вы там боялись, что вас осудят, вы таили в себе какую-то обиду, и вот вы наконец решились сказать, что слушай, мне так больно, мне так обидно, вы признаетесь в себе в этом, вы перестаете это прятать, вы признаетесь в этом человеку, вы налаживаете с ним связь. Вот это прям жирно напишем, подчеркнем, связь. То есть ключевое для нас вот эти вот стрелочки это связь с нашим пространством, с нашим абсолютом. Здесь конкретные другие какие-то люди, какие-то события, и у нас с ними должна быть связь. Эта связь нарушается вот этим вот, этими защитами, этими реакциями. Я не буду с ним разговаривать слишком больно. Мой отец меня так обидел, что я не хочу с ним говорить. Или мои дети неблагодарные бросили меня все время в претензиях ко мне, а я столько любви им дала. Они уехали в другую страну, бросили меня. Мне одна женщина тут на вебинаре недавно говорила. Моя 50-летняя дочь все время ко мне в претензиях, что мама, я такая, что ты меня создала вот такую нехвативую, не самостоятельную. Плати за моего психолога. И что можно тут сказать? Что это очень застарелая ситуация. Это ситуация, которой годы, которой десятилетия. Сколько вам понадобится времени, чтобы наладить эту связь? Я не знаю. У нас есть методика, у нас есть технология, как это сделать быстро. Мы к ней вернемся чуть позже. Но сам принцип вы должны понять. Если вы убегаете от этой связи, если вы отрицаете ее, вы говорите нет, этого нету, этой боли нету во мне, то вы продолжаете сидеть в этом коконе, и вселенная будет вас оттуда выпинывать, потому что возраст не тот уже. Люди, которые смотрят этот семинар сейчас в записи, это про вас по-любому. Если вы попали на этот семинар, если вы досмотрели до этого момента, все, у вас обратного пути нету. Вы должны это осознать четко. Ваш дальнейший путь это налаживать связь с вот этим пространством, со вселенной, с Богом, с Абсолютом, с Атманом, как ни назовите, у вас вы больше потреблять как гусеница не можете, вам нужно отдавать, вам нужно служить этому пространству. Как вы служите? Вы даете ему свою силу, свою энергию, свою любовь, свою харизму, свой задор, как ребенку, где-то дисциплину, где-то по головке погладить, где-то застарелые обиды убирать, где-то вот все способы вылезти из этой скорлупы вы используете. Не скатывайтесь в стереотип, что вас за это похвалят, скажут, какой вы молодец. Это вам надо в первую очередь. Только так через вас пойдет энергия, только так через вас пойдет свет, только так вы станете счастливыми, потому что вот ваша новая цель. Как ее сформулировать, сейчас расскажу чуть позже. Многие говорят, я хочу пробуждения, хочу просветления. Вот я пришел к вам, сижу тут, слушаю, хочу проснуться, хочу соединиться, что мне делать? Вот этот вопрос, он из вот этого кокона исходит, он хочет что-то получить. Я хочу пробуждения, хочу просветления. Это вот этот достигатор, это вот про это Адвайта говорит. Вот этот достигатор, который хочет просветления, пробуждения, он никогда его не достигнет, потому что это не про него. Пробуждение, просветление обнаруживается как вспоминание, то, что вы это пространство, то, что вы это все, что есть, весь этот квантовый суп, который вокруг, это и есть вы. И чтобы это обнаружить, чтобы это вспомнить, нужно отцепиться от эго, нужно отцепиться полностью от него, вылезти из него. А это один способ, когда вы начинаете налаживать связь. То есть вы свое внимание направляете в источник. Вместо того, чтобы бороться со своими программами, а это тонкая нелюбовь к себе, то есть вы начинаете себя где-то винить, осуждать, говорить, что вот, блин, у меня столько страхов, комплексов, ой, Сергей, как мне из этого вылезти? Все, вы снова замкнулись в своей ракушке. Ваша задача направить свою энергию вовне. Тогда у вас пространство начнет с вами коммуницировать. Тогда вы свое внимание направляете в источник, источник начинает с вами взрослый диалог, начинает с вами связь какую-то иметь. С этим понятно? Так, теперь возникает вопрос. Как наладить эту связь? Мы поняли. Нам нужна связь. С Богом, с Абсолютом, с Источником, как наладить связь? Здесь возвращаемся к цели. Первое. Если у вас есть такая цель, если у вас есть такая цель, это уже само по себе хорошо. Это уже само по себе знание этого дает вам определенный фокус внимания. То есть энергия Вселенной дается под цель. энергия Вселенной дается под некую масштабную, глобальную, что-то, если вы реализовываете какой-нибудь интересный проект, да, у вас много появляется сил, энергии, вдохновения. Но когда вас не вдохновляют уже ваши проекты, все, значит, вы из них выросли, вам нужна другая цель. Так вот, цель наладить связь со своим источником, который не где-то там, он внутри вас на самом деле. Все соединится с собой настоящим, со своим высшим я. Это вот к предыдущему листочку, если мы вернемся, туда можно написать, что это вот, это высший я, это просто термином я не хочется пользоваться, чтобы не запутать вас. Теперь, когда вы поставили своей целью наладить вот эту связь, возникает вопрос, что делать? Что же мне тогда делать? Первое. Внимание. attention. Внимание, да? Внимание надо тренировать. Потому что, как мы с вами вначале говорили, ваше внимание убегает с помощью вашего ума, который выбился из-под контроля все время либо в прошлое, либо в будущее. Оно куда-то бежит в свои переживания, в свои страхи, в свои комплексы. Внимание можно и нужно начать тренировать. С ним нужно работать. Этим мы занимаемся как раз на наших курсах, ретритах. Мы прямо вот целенаправленно качаем с вами внимание. Вы можете это делать самостоятельно прямо сейчас. Часть своего внимания направляйте в тело. Вот прямо сейчас с этого момента каждый, кто меня слушает, часть своего внимания держите в теле. Часть на том, чтобы слушать меня. Первое время у вас будет не получаться. Первое время вы будете отлетать, где-то пропускать то, что я говорю. можете возвращаться к этому, но ваша задача начать тренировать. Это знаете, как начать на коньках кататься. Вы сначала первое время падаете, подскальзываетесь, забываете, как там ногу поставить. Но впоследствии хороший фигурист, он же не думает, для него это проще, чем ходить. Он катается. Как машину водить? Сначала вы такие все в напряжении. Смотрите на дорогу. Переключаете там, у кого автоматическая коробка передач тут не знает, но кто на механике ездил, вот это тут все рычаги эти дергать, значит, как тут поворотник включить, фары выключить, куда там зеркала посмотреть. Вот это все вызывает огромное напряжение первое время. Но потом, когда вы научились водить машину, вы едете, с кем-то беседуете, там радио слушаете, вы получаете от этого удовольствие. Также с нашим вниманием. Когда мы направляем его на действительность, на реальность, которая здесь и сейчас находится, то, что действительно факт. Фактом является что? Сейчас у меня там какое-то небольшое сердцебиение, давление, я что-то слышу. Сейчас послушайте окружающие вас звуки. Вы что-то слышите, что-то чувствуете. Как ваша попа сидит на стуле, как одежда прилегает к телу. Это реально. Это находится здесь сейчас, это в действительности. Вы так уже ближе к этому пространству, которое в реальности находится. Не в своих фантазиях о том, что я буду делать, как мне жить дальше, а что будет, если. Это все. Вы улетели в какие-то свои фантазии, иллюзии, и вы далеко, вы в уме. Вы достаете свое внимание из ума, из фантазии, из иллюзий. Вот это мы говорим полная реализация, выход из всех иллюзий. Вот она цель, выход из всех иллюзий. С чего начать? Начать хотя бы со внимания в тело, потому что тело всегда находится в настоящем моменте, тело находится всегда здесь и сейчас. Начните для того, чтобы тренировать свое внимание, возвращение в тело. Техники мы даем, они очень простые, можно их смотреть в наших в том числе ознакомительных курсах, все ссылки там наверняка будут под этим видео, поэтому начинайте пробовать. Теперь, когда у нас есть цель соединиться с источником, когда мы начали тренировать свое внимание, что мы начинаем делать? Что мы начинаем делать с вами? В первую очередь вот это практики тренировки внимания мы внедряем в свою жизнь, то есть для тренировки мы начинаем медитацию. Когда мы медитируем, мы часто сталкиваемся со стереотипами от наших учеников, что мыслей не должно быть, я возвращаюсь в тело слишком редко, вот я сел в медитацию, полчаса сижу и медитирую, у меня все мысли, 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 я все время витаю в своих каких-то иллюзиях, фантазиях, в своих представлениях, ох, я плохо медитирую, я плохой, не добраться мне до источника, абсолют со мной не будет разговаривать никогда, потому что я, что, правильно, не умею медитировать, внимание у меня не тренируется, все, вы пошли в круге осуждения себя, снова фокус хлопнулся на себе, энергия не идет. Как правильно медитировать? Мысли, чувства, эмоции, все, что происходит в медитации, это часть настоящего момента, это часть здесь и сейчас, это часть Бога, если хотите, и она такая, какая есть, вы принимаете ее такой, какая она есть. Понимаете, вот, какой пример, я сижу, я думаю, ну там, что вот, ох, вот, что бы там приготовить на обед, и я вдруг заметил, что я придумываю, я такой, блин, так, внимание в тело, вернул, но тут же говорилка в голове какая-то начала говорить, блин, что ты думал об этом обеде, вот тебе не плевать, что у тебя будет на обед, это какой-то ерунде, ты думал вместо того, чтобы медитацией заниматься. Это же говорилка, та же самая, что думала об обеде, сейчас осуждает себя же саму за то, что она думала об обеде. Что с этим можно сделать? Сказать и этому да. Настоящему моменту мы говорим да. Здесь вот следующее. Всему говорим да. Я думал сейчас об этом, это факт? Факт. Да? Да. Хорошо. Дальше что решает? Только мои действия. Я снова вернул внимание в присутствие, в ощущение, в звуки, в тело, в давление вокруг. То есть, ну, хотя бы вот такую практику тишины, практику осознанности. Медитация более глубокая, более техники мы даем на продвинутых курсах, но хотя бы вот это начинаем делать с вами. Когда в жизни вы, эта медитация делается не для того, чтобы вы сидели и медитировали, а для того, чтобы вы получили навык, потренировали внимание и начали привносить это в жизнь. То есть, соответственно, вы в жизни, когда вы едете за рулем, идете на работу, с кем-то разговариваете, вы, когда вспоминаете о том, опа, я куда-то отлетел, вы раз, снова в присутствии, на окружающее пространство, на звуки, на тело, возвращаете внимание. И как только вы чувствуете, блин, я уже неделю не вспоминал о практике, я уже неделю не садился в медитацию, я вообще все это забросил, все, начался внутренний диалог, который осуждает то, что вы делали. В этот момент вы и этому говорите «да». Как это выглядит? То есть, это факт сейчас, что вы так и не делали. Факт. Вы его признаете? Признаете. Не боретесь с ним, не боретесь с умом, не осуждаете себя, признаете, что это сейчас так. С фактом какой смысл бороться? Никакого. Это сейчас так. Здесь и сейчас так. Вы оказались в этой точке пространства, вот прям в этой точке пространства. Вы сейчас оказались благодаря своим выборам, благодаря своим действиям, благодаря всему накопленному потенциалу до этого. Так? Так. Какой смысл себя осуждать за это? Да никакого. Да и мысли-то эти не мои были. Мысли — это часть очистительного процесса. Они должны происходить. То есть в медитации с нами работает наша внутренняя природа, и она запускает следующий круг. Когда мы направляем внимание здесь и сейчас в присутствие, в связь с источником, мы запускаем энергию, мы запускаем свою внутреннюю природу. Мы начинаем как бы вот этот круг. И эта природа, она сразу начинает выбрасывать из вас всякий мусор. Начинает чиститься эмоциональное тело, выбрасывается какое-то раздражение, какие-то блоки, зажимы, страхи, боли. Вы начинаете очищаться. Это хороший процесс. Мы ему говорим «да». Когда вы насмотрелись разных сериальчиков, роликов в Ютубе там, кучу у вас всяких книг вы перечитали, ваше ментальное тело просто забито всяким мусором информационным. И как только вы в медитацию садитесь, он начинает чиститься, у вас энергия пошла, у вас психофизика начинает запускать вот этот процесс очищения. Вот это вот процесс очищения. Все, начинается выброс всего этого ментального мусора. Мысли начинают выбрасываться. Это нормально. Не надо с этим бороться. Ваша психофизика в этот момент чистится. Она начинает избавляться от всего этого накопленного шлака. И вы говорите «да». Ваша задача, единственное, что вы делаете, это возвращение. То есть есть только раз, когда вы вернули свое присутствие. Внимание в присутствие. Вот тренировка. Это как мышцу тренировать. Вы постоянно в тренажерный зал пришли, штангу подняли. Так, раз, два опустили. Все, ваше поднятие штанги – это возвращать внимание в присутствие. Так, раз, вернули. Дальше от вас не зависит, сколько вы его удержите, потому что запускается ваша природа, естественный механизм, эта энергия источника, этого энергии, абсолюта пространства, она начинает через вас циркулировать, и она уже решает, она уже выбрасывает все, что не надо. Она сама, не вы. Надо, она выбрасывает какие-то болячки ваши, эмоции застарелые. Надо, она мысли какие-то чистит. Все, здесь от вас не зависит. От вас зависит только вот эта точка, точка перехода. Когда вы вспомнили о том, что вы медитируете, когда вы вспомнили о том, что вы где-то в жизни идете, занимаетесь своими делами, и вдруг, о, а что это я? Ну-ка я раз, внимание в тело. Вот только здесь – это точка выбора. Вот здесь вы себя не предаете. Как только вы себя здесь начинаете предавать, вы снова в этом коконе, вас снова начинают воспитывать. И выталкивать из него. А когда вы принимаете решение в точке, когда вы вспомнили, что, господи, так, где это я? Чего это я делаю-то? Я же не вся эта суета внешнего мира. Я же пришел в этот мир для другого. Все, вспомнили, вернули свое внимание. Здесь и сейчас. Вот она, связь запустилась. С этим понятно? Хорошо. Тогда движемся дальше. Как вы понимаете, это не все. То есть после того, как вы поставили себе цель, начали тренировать внимание и запустили очистительный механизм, у вас второй шаг – это, грубо говоря, шаг номер раз. Это шаг номер раз. Все вот это вот единичка огромная. После того, как вы начали делать шаг номер раз, вы на одной ноге скакать все время не будете, правильно? Вам нужно делать шаг номер два. Шаг номер два, как ни странно, это то, что мы говорили до этого. Это служение. Шаг номер два – это начинать своей энергией, которую вы вот здесь получаете, делиться с этим миром. Как я подробно объяснил, я сейчас не буду снова останавливаться, но всегда пример вспоминайте с ребенком, которого вы воспитываете. Или, знаете, со спортивными играми хороший пример можно привести. Там футболист или хоккеист, который играет матч, он в этот момент тотально присутствует в игре. Он вовлечен здесь и сейчас тотально. Он чувствует, где его сокомандники, он чувствует соперников, он помнит цель, надо забить гол. И вот он, значит, в нем, он думает о том, как я выгляжу, он думает о том, что обо мне подумают. Нет, да ему надо гол забить, он сейчас прямо чувствует тонко, кому пас отдать, кому подмигнуть, где обводку какую-то сделать. Он прям вот служит тотально этому пространству сейчас, потому что он вовлечен в него. Но после игры ему надо отдохнуть. Ему надо отдохнуть. И вы так же, вы делаете свои проекты. Создаете какие-то волонтерские организации, бизнесы, помогаете людям. Вот мы своей целью ставим такое создание такого пространства, ретритных центров по всему миру, в которые могли бы люди приезжать, обучаться этому, тренировать свое внимание, быть полезными этому миру. Это наша вот цель. Мы через эти внешние действия это делаем. Через какие внешние действия вы это делаете, без разницы. Можно ямы копать, можно картошку сажать, можно трубы чистить, можно полы мыть, можно проекты создавать, можно миллионы зарабатывать. Какая разница, в какую игру вы играете в этом материальном действительности. Единственная разница есть только в принципе. Хотите вы связь наладить, есть у вас такая цель или нет. Мы сейчас вернемся к тому, как это сделать быстрее, но принцип вы должны понять. Если есть такая цель, вы через что угодно можете это делать. И если вы тотально в это вовлекаетесь, через вас идет творчество, то вам придется медитировать, придется набирать энергии, потому что вы будете вовлекаться в ум, вы будете вовлекаться в чувства, эмоции. Через вас будет идти этот свет для пространства, для служения ему. Вы не делаете это, чтобы мне. Разницу чувствуете или нет? Когда вы делали то же самое, бегали и реализовывали свои огромные бизнесы для того, чтобы денег заработать, все, вас уже это не наполняет. Цель потеряна, кокон сформирован. Сейчас, когда вы это делаете для того, чтобы связь с источником установить, ну, тут подробнее технологию надо вам прочувствовать, это не совсем интеллектуальная информация, на ретрит приезжайте. Но когда вы целью своей ставите вот это, вы играете немножко по другим уже правилам. Через вас идет энергия для этого пространства. Само ваше намерение, сама ваша цель для этого пространства, она дает вселенный сигнал. Пусти через него этот ток. Теперь этот ток идет, а вы лампочка там на 200, сколько там, вольт, ватт, ватт. Ну, в общем, если через вас тысячу пропустить, вы не выдержите, вы сгорите, правильно? Для этого вам надо тренировать внимание, для этого надо медитировать, запускать эту энергию, чиститься от ментальных блоков, программ, зажимов, для того, чтобы стать еще более чистым проводником, чтобы снова служить пространстве. Вот шаг раз, шаг два, шаг раз, шаг два. И вот так вот вы потихоньку, кто-то сначала на костылях, кто-то с подпинками, с запинками, но начинает двигаться, а кто-то уже бежит. Как бежать? Бежать можно очень быстро. Для этого вам нужна методика. То есть первое, что нужно, вот то, что я сейчас рассказал, это принцип. Но есть методика, как это сделать быстрее. В методику входит очень много компонентов. Мы сейчас подробно не будем на этом останавливаться. Но давайте я просто приведу пример, чтобы было понятно, как это выглядит. Например, вот та курица, которая высиживала яйцо. Вот это яйцо, оно может быть в инкубаторе. Когда вокруг яйца в инкубаторе определенный свет, вот яйцо снова нарисуем, это определенный свет. Снизу там подложено мягонькое, определенная температура. Температура. Определенное давление в комнате создается. Так вот все в инкубаторе позволяет птенцу вылупиться быстрее. Созреть, как бы полноценным созреть. Безболезненно. Так вот методика в первую очередь включает в себя среду. Среда. Среда людей. Среда единомышленников. Окружение, которые люди, которые вас окружают, они должны понимать, о чем вы говорите, к чему вы стремитесь. Поддерживать вас, говорить, что у вас получится. Ваши смелые идеи, перспективы. Одобрять. Для этого она нужна. Для чего нужна еще среда? Для того, чтобы подсвечивать ваши программки. Обычному человеку, вот, например, в средние века, чтобы что-то с ним случилось, и он что-то увидел, что там должна была случиться? Война, потоп, неурожай. Три события за жизнь. Современному человеку, ну, раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода что-то происходит с ним. То, значит, осудил кто-то, и он ходит, переживает, а пространство ему показывает. Смотри, у тебя есть программка осуждения. Он ходит, месяц переживает. Попереживал месяц, снова что-нибудь произошло. А здесь, когда мы в команде в какой-то движемся, с какими-то единомышленниками в некой среде это делаем, это работает как зеркало-ускоритель. Каждый день то одно, то другое, то третье. Все время там эго вскипает, все время в этот кокон, в эти программки кто-то подсвечивает тебе. И что в этот момент происходит? Те некогда с ними ковыряться. То, что мы говорили вот на этом листочке, где мы говорили, что вот вы начинаете с одной ковыряться, шлем там из себя достали, рыцарский, еще что-то. Вам некогда становится всей этой фигней заниматься. Вам надо скорее к цели бежать, связь налаживать. И поэтому среда ускоряет, она подсвечивает вам все ваши программки. И вы не ковыряетесь с ними, вы просто продолжаете связь с пространством налаживать. Все, это вас не волнует. То есть среда работает и как зеркало, как ускоритель, и как поддержка, как ускоритель. То есть это вот этот некий инкубатор с определенным давлением, светом, температурой, который позволяет вашему эго быстрее от него отцепиться, быстрее вот этот кокон, сформированный, увидеть. Не по одной доставать этой программки, годами из себя вытаскивать. Но это определенный труд. То есть должна быть такая цель, что я иду к этому источнику, я хочу соединиться с Абсолютом, со Вселенной. И когда эти программки вскипают, это определенный внутренний труд увидеть это, и надо быть к этому готовым, чтобы перешагнуть их, сказать, слушайте, мне плевать на то, что вы сейчас обо мне подумаете, я хочу вам помочь. Чем я могу быть вам полезен? Не каждый на это труд готов. Ну и третье, конечно, смотрите, вот я вам сейчас все это рассказываю. Я являюсь для вас неким проводником. Я являюсь для вас неким транслятором, да, вот этой информации, этой энергии. Я с вами говорю как-то вот эмоционально, размахиваю руками. То есть я вам говорю, ребята, делай раз, делай два. Третье, я ничего даже не говорю. Говорю, шаг один, шаг два. Раз, два. Вот делайте раз, два, раз, два, и у вас все получится. Начните хотя бы с этого. Кто хочет, присоединяйтесь к нашей команде. Мы этим занимаемся профессионально. Мы вот качаем своим вниманием тотально именно это. Хотим построить такое пространство, чтобы как некий мост, как шамбалу, да, некую, что если нам где-то это давалось с трудом, людям, которые пойдут за нами, эту связь с источником наладить будет проще, потому что есть уже среда сформированная по методике, по определенной. И это нас вдохновляет. Это моя миссия, да. Но я являюсь здесь где-то вот проводником для вас. Я вам про эти знания, про эти навыки, про эти схемы рассказываю. И также у меня есть учитель, у меня есть проводник, который наладил уже связь с источником, который соединился с Абсолютом. Ну вот, если таким языком говорить, реализованный учитель, просветленный учитель, да, то есть некий проводник, который знает, куда идти, он знает, где эта цель, где этот источник, как к нему прийти. Понятно, что он здесь и сейчас, но вы его чувствуете? Вы его ощущаете? Нет. А мы в нем сидим, мы из него состоим. Как к нему вернуться? Убрать стенку. Убрать. А как убрать? Я ее не вижу, не понимаю, где она, как нащупать ее. Я даже своих страхов и представлений каких-то не знаю, сколько у меня их, откуда они возьмутся. Нужен тот, кто проведет, тот, кто знает. И вот эти вот три ключевых момента, они дают, в принципе, шанс сделать это быстро, сделать это менее болезненно, как вот в случае, я про инкубатор говорил. И сделать это за одну жизнь. Нам бывает жизни, не хватит, чтобы все это сделать, придется следующее догонять. Зачем снова родиться, жениться, устать, потерять смысл, снова этим заняться? Пока мы здесь, пока мы в этом материальном мире, это уникальный шанс, самое удобное здесь. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на этой теме, там, что там после смерти происходит. Это прямо емкая тема, которую там, может быть, не всем будет близка. Поэтому мы с вами сейчас говорим о том, чем нам здесь, прямо сейчас в нашей жизни заняться. Единственный смысл, который здесь есть у человека, который ищет его, это понять, что смыслов его личности больше нет. Или они есть во всем. Без разницы, как ни скажи, смысл есть во всем, смысл жизни в самой жизни, чтобы ее чувствовать, чтобы ощущать, чтобы жить, чтобы соединиться с ней. Или смыслов нет ни в чем у твоего эго, потому что они все утеряны. Есть смысл только в связи с этим источником. Есть только ваш персонаж, ваш аватар и абсолют. И ваш аватар должен вернуться в этот абсолют. Он должен соединиться с собой настоящим, прийти к единству обратно. И это единственное, что имеет смысл. Как это сделать, с чего начать, я вам рассказал. Вопросы можно задать тем, кто смотрит в записи нас. Вы пишите, там есть ссылочки наверняка на чат. Пишите в чате ваши вопросы, задавайте их. Мы будем общаться в рамках там вот этого небольшого семинара. Все раскрыть все равно не получается. Где-то примитивно, где-то схематично. Ну, чтобы вкратце вам дать понимание, я рассказал. А все остальное на более глубоких разговорах, курсах. Чтобы это просто не было только вашей интеллектуальной информацией, потому что много чего сейчас в интернете рассказывают. вы послушали, сказали, ох, классно, ох, да, здорово. А делать-то что? Ну, то есть делать нужно. Энергия дается вот под цель, я говорил вам, что энергия дается под цель. Но вы энергию вам дали, вам ее надо реализовывать вниманием своим. Что вы качаете вниманием? Если вы качаете своим вниманием связь через шаг номер раз, два, через служение миру, через практики осознанности, то вы эту энергию реализуете. Если вы энергию, вы как бы говорите, заявляетесь в пространство Вселенной и говорите, я хочу, здорово, а потом сидите на диване и все равно ничего не делаете, ну все, эта энергия тухнет. Она начинает, вот это яйцо ваше внутри этого кокона начинает подгнивать и вам становится больно. Кто-то начинает болеть, у кого-то начинают деньги забирать, якобы случайно. На самом деле никаких случайностей здесь нет. Это очень мудрый механизм, в нем все, каждый листочек на своем месте, все на своих местах всегда. Все очень четко регламентировано. Тот, кому пора вырасти, песочница больше не засидится. Придет абсолют в виде своей энергии света и подсветит вам все ваши программки так, что вы их точно увидите, станет больно, одиноко и вам захочется шевелиться. Лучше до этого не доводить, лучше проактивную позицию занять, занять позицию Творца, сказать, я творю свою реальность, я создаю ее, и вот это я, которым вы себя считаете, направить на связь с источником. И тогда правила игры для вас меняются. Это всего лишь продолжает быть игрой, это всего лишь правила игры в матрице. Никуда пока вы из нее не вылезли, но вылезти из нее можно именно так, заняв позицию Творца и начать себя вытаскивать из этого кокона. Хорошо, на сегодня все. Спасибо за внимание. Все вопросы, на все вопросы сейчас отвечу. Вопросы зрителей, которые смотрят нас в записи, задавайте в чате. До новых встреч. Всем спасибо.